Всем привет! И с вами Инна Клинова. Сегодня у нас новый выпуск видеоблога. Сегодня я покажу вам, как можно быстро избавиться от боли в шее и верхней части спины при систематическом занятиях. Наша жизнь просто окружена смартфонами, компьютером, и как бы вы не были аккуратными, все равно без этого уже никуда. Наша голова все время наклонена вперед, мы смотрим в телефоны, и этим мы вызываем дискомфорт нашей шеи. Каждый второй страдает этой проблемой. Так что уделяйте ежедневно всего немного времени для этих трех упражнений, и ваше тело вас отблагодарит. Выполняйте эти упражнения не спеша, контролируйте каждое движение в каждом упражнении. А сейчас мы сделаем немного упражнений, чтобы разогреть наше тело. У нас будет три упражнения. Мы выполняем 30 секунд через 15 секунд отдыха. Начинаем не спеша выполнять упражнения, и постепенно мы увеличиваем свой темп. Делаем бег на месте. Можно сказать, захлестыванием наших пяточек. Касаемся при каждом шаге своих рук. Не торопимся. Мы начинаем выполнять эти упражнения в своем ритме. Разогреваем свое тело. Не забываем дышать. Закончили. Второе упражнение у нас будет. Это прыжки джампинг. Хорошо. Движемся. Запускаем все наши процессы нашего организма. И в бой. Вверх, выдох. Вы чувствуете, как ваше тело разогревается. Увеличиваете после этого свой темп. Отлично. Еще одно упражнение. Мы делаем бег высоко колени. И приступаем. Можете руками себе помогать. Можете прикасаться своих ладошек. Отлично. 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 супер сейчас мы с вами выполняем эти три упражнения которые вас спасут можно сказать от наших смартфонов ну что начинаем первое упражнение выполняйте 15 раз на одну сторону садитесь на пол на колени как я таз выложите на пяточки свои ручками ладошками вы перлись возле коленок буквально сантиметров 10-15 максимально вывели ладошки вперед чтобы таз не отрывать на и спина при этом ровно не тянутся а вот в таком приблизительно положение делайте разворот во время выдоха таз при этом у вас остается на месте раскрыли грудь свели лопаточки а 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 в таком режиме вы выполняете 15 раз на одну сторону то есть всего у вас на две стороны выходит 30 раз выполняете не торопясь контролирует каждое движение каждый сантиметр вы должны чувствовать своего тела второе упражнение вы остаетесь в такой вот же позе таз уже мы отрываем от наших ягодиц руки мы ложим за голову но не создаем никакого давления на затылок локтями упираемся и максимально старайтесь таз положить к себе на пятки но при этом локти у вас должны стоять на месте лопаточки у вас сведены прям выровненного ся спинка особенно вверх спины в таком положении вы должны простоять минимум секунд 30 будет у вас хорошо получаться можете минуту две стоять вы должны чувствовать прям верхней вот между лопаточками как у вас выравнивается спиночка вот приступаем тогда к третьему упражнению я не буду стоять и тратить время свое и ваше чтобы полностью стоять конкретно какое-то время или количество раз я вам просто показываю упражнения которые вы должны выполнять последнее упражнение мы ложимся на животик ставим перед собой если у вас есть гантельки вертикально если у вас нет гантелек например как у меня руки вы выводите вперед плечи вас оторваны от пола смотрите вы вниз не нужно задирать не вверх голову не вот так вот просто вас шея это продолжение вашего позвоночника пальцами вы большими ставите вверх у вас ноги лежат на полу носочки подняли руки максимально вверх перевели прикоснулись в пол опять вернулись если у вас будут здесь стоять гантельки вы получается можете книжки положить вы просто будете стараться обводить потому что мы когда будем уставать мы не замечаем что мы делаем меньшую амплитуду когда у вас будет стоять какое-то препятствие вы будете стараться его не задеть сегодня прошу и Не ленитесь, уделите 5-10 минут ежедневно перед сном или же сразу после сна. Уделяйте, вставляйте после тренировки, перед тренировкой. Это немного времени, но на самом деле это даст вам здоровье. Не забудьте подписаться на мой канал, если вы это еще не сделали. Здесь много чего интересного. Поставьте лайк, если вам понравилось. Если вам, конечно же, не понравилось, поставьте палец вниз и напишите, почему вы это сделали. И до скорых встреч!